Друзья, привет! Видел бы, кто я как сейчас снимаю. Телефон, экран направила в окно. Ой, вот. А сама в окно смотрюсь, чтобы на камеру... Чтобы посмотрели, какая красавица там, блин, с утра. Сейчас в баню зашла, холодной воды умылась. На лице ничего нету, никого нету. Сейчас видео загрузилось утром. Мой обзор комнатных цветов, по-моему. Там, ой, блин, уже забыла. Людмила, по-моему, Мозерова написала, говорит. Ну, там, друженицы, там, в холодке отдыхайте. Ну, думаю, умные люди пишут. В холодке отдыхайте. Надо отдохнуть. Тут за домом нашла холодок. У меня собаки здесь всегда спят. Днем. Ворот открываешь, заезжаешь. Вот туда, вон, ворота. И фиг отсюда дозовешься. Дозовешься. Они лежат в тенечке. Здесь он начинает рыть. Думаю, собаки, наверное, знают, где прохладно. Решила, думаю, траву порвать. Недавно показывала ему розы. Начали цвести. Ну, тля там есть страшная. Ну, вечером буду уже тлей заниматься. И заросло все. Весной, как я один раз пропалывала, подыхлила. Сухие ветки подрезала. И на этом все. Потом туда-сюда работаю. Сейчас покажу, что я сделала. Переворачиваю телефон. Вот. Я сейчас выйду отсюда. Вот за домом. Вот года два или три назад мне вот такие кустики дали, вот таких пар веточек. И сказали, ой, она потом разрастется, но она цветет в конце лета. Такие мелкие-мелкими цветочками белыми. Но на нее не пчелы, а мухи налетают. Там мухи жужжат. Вот как мухи на какашке налетают такие. Не знаю, почему мух привлекает. Ну, думаю, ладно. А потом они мне сказали, женщина это говорила, моего брата знакомая, она говорила, ой, потом не выведешь. Там я один раз показывала, под фундамент вылезли. Вот тенечек с утра был. Розы заросли. И вот эти ветки, прямо аж они прятались вчера, по-моему, короткое видео шурт снимала, говорила, ой, мои вот розы расцвели. Вот они такого цвета натуральные. Потом говорила, белая, она не белая, кремовая. Эй, кто там? Квартирант. Вот белая начала цвести. Видите, тля. На вечерном займусь ими. И вот эти ветки прямо так были, и они бедные, видите, цветы на эту сторону. Смотрят. Петушки там, вокруг петушков траву вырвала. Вот кучка. Здесь повырывала, перчатки одела. Мозоли еще после дорожки выпала. Вот посрезала, потому что ветки были. Вот видите здесь? Отсюда. Мне самой не пройти, нужно на карачках пролазить. Говорю, кто доме хозяин, я или вы? Вырезала у ирисов. Вот, не знаю, правильно, неправильно. Которые отцвели. Ой, красиво цвели, они такие фиолетами. Отрезала. Сухотряд называется, да? Здесь вот ирисы, видите, тоже пообрезала. Потому что они вот так как-то в бок начали расти. Вот эти мне давали прошлый год. Брата моего, друг Федор. Подарил он. Цветами занимаются. Рассатой там всякой фигней. Подарил гортензии. Два кустика. Но они первый год начали цвести. Мелкие-мелкие такие цветочки. А потом гуси пощипали. Потом второй раз стали цвести. Гуси опять пощипали. И потом она на меня обиделся. Потому что год вообще не цвел. Давай, идите в баню. Вот. А ирисы. Я говорила как-то в одном видео. Шла в магазин. И там, видимо, кто-то выпалывал. Корни выкорчевывал. И вот такие корни валялись на этом с сухими листьями. Вдоль дороги. Как помойка. Я их подобрала. Они гордые. Принесла, по-моему, два или три корешка было. Посадила. И они здесь прижились. Они кайфуют здесь. Вообще ирисы мне нравятся. И когда без цветов стоят красиво, да? Сейчас вот это, как же называется? Юта. Юта, по-моему, да? В прошлом году по две тысячи куст продавали. Но там один такой цветок вылазит, цветет. Ну, куда в колхоз такую юту? Вольер у меня накрыт. Там две собаки. Дверцы мешком. Там белая собака отдыхает. Старые баннеры. Они уже страшенные. Ну, чтобы им не жарко было. Я там вчера вечером залила водой землю. Утром залила водой. И они там дрыхнут. В общем, траву все повырывала. Розам в этом году уже четвертый сезон, четвертое лето. Они, по-моему, вырождаются уже. Потому что были высокие. Вот такие розы были. Черные. Ну, черные назывались. Вот они. Они когда в закрытом виде, они вот похожи, вроде, на черные. Но они вырождаются. Смотрите, тля какая. Йоколы мане. Я тогда купила эти бамплы от тли, какую-то фигню. И благополучно забыла про них. Но сейчас не буду, потому что сейчас скоро уже, видите, солнце на заборчик наползает. Вечером. Вот здесь вот кустик сухие срезала, поставила. Вот маленький кусочек растет. Кустик. Вот. Вырвала всю траву. И вот тот куст. Так растет. Там рост, там рост, там. И вот там вылез. Один раз показывал видео. Здесь прям под отмосткой вдоль фундамента. И вот смотрите, вот я повырвала сколько травы. Вот этих стеблей. А это вот с роз. Сухие. Весной вроде обрезала. Видите, черные. Морозом прихваченные. И вот это, которое шиповником пошло уже. Оно не нужно. Вырвала. Вырезала. Смотрите, сколько травы. О! Потом вот эти вот стебли большие стала вырывать. Вот такие, которые, знаете, тоже. Они сюда вот, вот отсюда растут. Не знаю, я их закинула сюда. Хочу там возле сарайки, там. Видите, с корнями. Но она живучая, блин. Вон. С корешками. Закинула, пускай, думаю, попьют. Напьются. Они сейчас в шоке. Их вырвали. Не знаю, вечерком попробую туда куда-нибудь. Еще не знаю, куда. Ну, куда-нибудь. Или там. Возле нового туалета, который я построила. Туда может. Но там солнце пек, выживут, не выживут. Они, по-моему, они, по-моему, тенечек любят. Потому что я прошлый год... Пойдемте. Ой, на солнце. Ой, жара. Смотрите. От мяча что осталось. Вот один мяч. И вот один мяч. Собаки играются. Прошлый год я высаживала сюда. Ку-ку. Все. Триндец они завяли вон. На жаре. Я специально эту траву не выкашивала. Чтобы им похладнее было. Видите, они, по-моему, на солнце не любят. Она так не пьется. Думала, здесь вырастет большой куст красивый. То морозом прихватила. Это, по-моему, каргачи тут сажала. Вот этот прижился. Этот. Здесь что-то дохлый. А здесь вот листочки. Как живу изгородь. Вот траву недавно показывала в видео. Руками себе выдергивала. Смотрите. Опять. Как венский лес, блин. А здесь какая красота. Ой. Красота. Я вчера вечером газонокосилкой вон. Газонокосилка. Здесь состригла. Почему я говорю состригла? Скосила, наверное, надо говорить. И вот до малины, до угла сарайки. Здесь он ровненько. Там уже на песке не стало, потому что там внизу нож же. Здесь пылюка поднялась вон. Там надо руками повырывать. В песке повырывать. И вон персик, смотрите, какой. Листочки вышли. Там несколько листочков. Там мороз прихватило. Вообще не то, что цвести. Даже листья не вышли. Вот. И вот. Вот откуда я. Среди груши, возле вокруг пиона. Вот эту часть. Побрила. Вот здесь. Вчера, кстати, убрала опалубку. Вот с этой части. Веземные коврики он убрала. Опалубку убрала. Вчера вечером полила всю дорожку. Чтобы она не трескалась. Ой, наверное, в каждом видео говорят, кайфую прямо от дорожки. Вот. А там, видите, вот эти заросли. Вчера рука чесалась. Думаю, вырвать их руками. Ромашка аптечная. Мне что-то жалко, они уже некоторые цветочки начали цвести. Думаю, ладно, не мешает же там. Никто там не ходит, пускай будут. Вот тут. Прошлась. Газоногасилка. А здесь, видите, камни. И здесь длинненькие остались. Я думаю, вечерком как-нибудь. Я маленький стульчик возьму. Здесь вот эти, их вырываю. Вот я траву. И вчера, смотрите, какая разница. Вот травы нету. Сейчас поближе сделаю. Вчера вот здесь вот выкосила траву. А вот здесь осталось, видите. Здесь я по весне прям стульчик брала. И прям руками все вырывала между туек. Между, там у меня эти хризантемы растут. Все вырывала. Вон, повырастали. Здесь я тогда газоногасилка скостила. Видите, баню побелила. Чистенько убрала. Синий бак туда. А там мешки, что там у меня. Ой, какое-то там добро. Весит. Вот. Вчера вечером, наверное, в часов 5 вечера газоногасилку взяла. Ой, неудобно. Она 16 или 19 килограмм весит. И вот туда-сюда, туда-сюда, вон возле мусорной бочки. Там этот лебедо растет, но ее надо руками вырывать. Вырывать или она уже корнями там... Земля уже... Железбетонная стала вот. Глинистая земля. Ну, там или секатором порезать. И вы... Ой, мама, напугали воробьи. И вы здесь газоногасилка искосила. Потому что вот эти, видите, вот и вот. Чернослив. Вот там две розочки посадила весной. Их надо выкопать оттуда. А то как три тополь на плющихе растут. Или как три волоса... Два волоска на лысине. И надо цена пересадить. И вчера вот здесь вот все... Газоногасилка выкосила. Вот. Здесь где проплешины есть. И траву поскладывала. Вот сейчас. Чтобы не навернуться. И траву поскладывала. Там, где мелочь росла. Ну, пускай она... Внизу трава преет. Соседи разборки. За домом, смотрите. У меня сколько богатства. О-о-о-о-о. Лес. Смотрите, что с моим домом. Это угол. Этот пеноплексом выкладывали. Но мода такая у всех. Это вот дожди. Косые дожди были. Вот облупилось все. А это вот, смотри, сейчас я сяду. А то я наверну сейчас с вами. Это гуси съели. Я не знаю. Пенопласт где-то найдут. Пеноплекс найдут. Видите? Вон, кусками. Кусками, кусками, кусками. Что за вредители вот. Вот только арматурина осталась. Уголок. Вот болтался. Я поэтому тут железяка прикрывала. Но они так весь дом съедят мой. Видите? Видите, вот этот куст, вот откуда вылез. Сейчас отсюда вырвала. Вот. Ой. Вот. Вылез. Чучундра такая. Вот они. Со стороны кухни тоже дом. Углы подъели. Вот я одну дорожку закрыла. Здесь вот начали, вплоть до штукатурки есть. Здесь уже такой некрасивый, но вот такой закрыла доской. Видите, что сделали? Здесь эти гвоздики, как они. Вот железка. Вот подойдут. И вот от такого звука, прибегая, они тут сжрут. Пришлось закрыть вот так. Вот. Вот. Вот моя работа в тенечке. Вот я не знаю, вот хочу вот сюда. Маленькую тяпочку вот здесь вот сейчас подрыхлила. Сейчас, наверное, а может сейчас выкопаю. Там розочки. Там розочки две. Покупала одну белую, один кустик и одну желтую. Наверное, посажу сюда. Не знаю, какая из них какая, потому что здесь у меня беленькая есть. Кремовая она. Вот эти розы, интересно, они не колючие. Вот стволик. Это не колючие. А это немножко колючие. Где-то здесь была раньше роза. Знаете, она называется пионовидная, по-моему. Розовая. Вот один в один пион и пахнет, как пион. Но что-то, что-то где-то, куда-то. Вот это, наверное. Видите, подсох кустик. А нет, это от этой. Вот этот, наверное. Не знаю, где-то здесь был. Видимо, не прижился. А вот эти розочки, они почему-то мелкие. Мелкие, много их. Белая. Да, белая. И вот эта кремовая. Ой, чайная называется, по-моему, да? Ну, ты посмотри, кто там лазит, а. Квартира, давай отсюда. Букашка какая-то. Вот, друзья. Вот такой стульчик принесла. Такой стульчик. Ой, я в банке развела, морж сделала. В холодильнике нашла. В прошлом году делала клубнику. Дочь привозила мне ящик клубники. Ну, такой низенький ящик клубнику. Я ее взяла, перетерла с сахаром, типа свежий. И в холодильник поставила. А потом попробовала, что-то она вот эта вся мякоть шапкой поднялась. Ну, не прокисла, нет. Просто эта мякоть вся вверху, сироп внизу. Я взяла сироп, слила. Не подумайте, что двухлитровую банку ухлистала. Немножко налила. С холодной водой разбавила. Сижу, попью немножко, потому что жара страшная. И вот этот кустик, видите, обгромсала с той стороны. Вот тяпочка я потяпала. Ой, сейчас буду искать инструменты свои. Вот, здесь маленько остались эти. Ну-ка я с вами схожу, посмотрю, там мои розы. Одна роза, листики уже появились на ней. Вот здесь, видите, у меня сирень колерованная. Потом с конца сада года два назад выкопала. Она вообще ни разу не делала, чтобы цела. Типа декоративная яблонька, думаю, пускай будет. Потом оттуда, там она вообще, маленькие веточки были. Чернослив, вот кустик. И вон кустик. А это вишенку с улицы, вон там, вон у соседей. Вон, вишня из-под забора, поросль пошла, выкопала. А эти две розочки. Ну вот она, видно. Сейчас так встану, попу подвину. Вот видите, листики пошли. Причем дня два назад. А на этой тишина что-то. Что-то тишина. Это уже, наверное, не трогать, раз она прижилась. Вот это попробую высадить. А если дёрнуть её? Ой, нет, я же её на совесть прикопала. Надо этой лопаточкой чипок. Фу, как жарко. Уже 32 градуса, друзья. В тени. Поэтому собака у меня здесь и прячется. Что здесь прохладно. Вот, сначала снимал. Видели, солнце было на краю забора. Сейчас уже вон. Этот заборчик, кстати, я сама делала. О-о-о. Нихалям-балям вам. Белый, белый был. За четыре года, видите, краска уже. Я когда построила её, сколотила, тогда покрасила и всё. И тот заборчик я сама делала. Вот так, точно такой. А этот кусочек. И вот так заборчик был. Тот заборчик мне собаки расхреначили. А вот этот заборчик. Вот он по-своему декор сделала. Я сама делала этот. Ой, похвалиться, да? Вот эти ступеньки заливала, чтобы мама моя не упала. Сказать спускаться. И вот типа перил сделала, сколотила. А, крепенько держится. Вот. Ну, забор тоже вроде держится. Но на него нормально. На него никто не залазит. Так. Чтобы с улицы красивее заходишь. Ну, как-то, ну, как розы и просто трава будет. Огородила заборчиком. Ой, друзья мои, други мои. Вчера кроссворды решала. Вечером села. Там в кроссвордах на уголке анекдоты пишут. И там одна, другая что-то точно не скажу, она написала, говорит. Пишут. Она говорит, что настроения нету. Пошли шопингом заниматься будем. А другая говорит, нет, зарплату задержали, будем зырингом заниматься. Раньше взять, не знаю, молодежь, наверное, такого сленга не знает. Пойдем позырим, посмотрим, называется. Нет, говорит, не шопингом. Зарплату задержали, будем заниматься зырингом. Все, друзья, давайте. Вот этот хаос. По-моему, ничего страшного, если он до вечера полежит. Сейчас что на солнце буду носиться? Вынесу на улицу. Все, други мои. Други, подруги. Я посмотрела аналитику. Оказывается, меня больше Россия смотрит, чем Казахстан. Основное, где-то 49% Россия смотрит. 28% Казахстан смотрит. Там какой-то процент Украина смотрит. Узбекистан. Ну, там маленечко. Там меняются то Узбекистан больше, потом то Украина. Я знаю, что из Беларуси меня смотрят. Вот. Друзья, всем привет. Всем спасибо большое. За ваши просмотры, за ваши комментарии. Комментарии мало пишут. Но пишут конкретно несколько человек. Вот. И на том спасибо, что смотрите. Вы смотрите. Мне приятно. Вы меня мотивируете. Сегодня кто написал, что... Вчера Лариса, по-моему, Елена Негаева написала. Не знаю, почему, но вы меня мотивируете. Я вас. Вы меня мотивируете. Думаю так, что бы вам интересно снять. И думаю, прежде чем снять, нужно что-то сделать. Поэтому начала делать. Поэтому, друзья, всем спасибо. Всех целую в щечку. В левую, потом в правую. Давайте, пока.